сегодня я также буду читать из книги псалтир и немножко поразмышляем и я хотел бы сказать о зависимости. Знаете, мы, люди, мы зависим все от каких-то обстоятельств. Мы зависим, я сегодня не буду, конечно же, говорить о нарко-алко-зависимости, но люди, многие в этом мире зависимы от этого человека, от этого греха. И мы также зависим от каких-то обстоятельств, мы также зависим от каких-то моментов жизни. Но то, о чем сегодня я буду говорить, это Соломство 18, где Давид говорит о зависимости от Бога, от полной зависимости от Бога. Итак, зависит. Что значит зависит? Это быть подчиненным кому-либо, чему-либо, быть ограниченным в своих действиях, решениях, влиянием кого-либо или чего-либо. Итак, Соломство 18, я прочитаю из 33 стиха по 40, и мы немножко поразмышляем над этими стихами. Это молитва Давида к Богу, где он полностью просит у Бога помощи. Это молитва, когда Давид осознает свое несовершенство и просит у Бога защиты, просит у Бога помощи, просит разума, просит ограждения всего того, что не славит его. Итак, Соломство 18, 33 стих по 40. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое, рабу Твоему, ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшу, сиба суды Твои благи. Вот, я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдой Твоей. Какая прекрасная молитва. Нам, и братья, и сестры, постоянно надо так молиться Господу и просить у Бога защиты и помощи. И полностью зависеть от Него. Но жизненные обстоятельства, я понимаю, что этот мир он влечет. Влек мир тогда и Давида. И мы знаем его проблемы, мы знаем согрешения. Но Давид, он просит у Бога защиты и помощи. Это чувство зависимости и осознания крайней нужды. И мы видим, что эта часть молитвы у нас состоит исключительно из просьб и молитвы Давида к Богу. Давид искренне понимает, что только Божья десница может сохранить его душу от повторения беззакония. Мы знаем, какое беззаконие сотворил Давид. И он просит, чтобы не возвращаться к этому беззаконию, чтобы не быть поругаемым. И Господи, или он просит Господа, чтобы Бог защитил его. Итак, 33 стих, он просит, он говорит, укажи мне, Господи, путь уставов Твоих. Псалмоперец хочет, чтобы Бог, чтобы Бог был учителем его жизни. Он понимает и чувствует, что только такой наставник может помочь и может защитить его сердце. Кто может мудрее, братья и сестры, указать путь? Кто может мудрее показать путь уставов Господня? Давид молит и просит Господа научить его не только уставам своим, но и пути уставов, по которому ему нужно идти. Чтобы иметь вот это вот применение, практическое применение. Он говорит, укажи и покажи, то есть покажи путь уставов Твоих. Как жаль людей, которые отвергают наставление. Искренне жаль. Я буквально вчера разговаривал со своим старшим братом, и он мне говорит о человеческом. Он мне говорит о том, что он чувствует человеческим сердцем, но он не чувствует то, что хочет Бог от каждого человека. Он не понимает этого. Он говорит вроде бы как бы человеческую правду, как бы по-человечески это и правильно, но с Божьей точки зрения это мерзость. Как жаль людей, которые отвергают наставление Господня. Они ослеплены любовью, братья и сестры, только к себе, к своим каким-то чувствам, желаниям. Но, словно певец говорит, укажи мне, Господи, путь Твой. Покажи мне путь уставов Твой. Твои, Твои, Твой путь, по которому мне нужно идти. И, слава Богу, за то, что Бог вложил в наши сердца желание учиться этому пути. Потому что, если Он вложил это желание, Он доведет тебя до конца. Я в этом уверен, и об этом говорит там Писание. И я буду держаться Его до конца, говорит Давид. Если ты покажешь мне путь уставов, если ты вложишь в меня вот эти вот слова Твои, то я буду держаться Его до конца. Если благодать Господа, если благодать Божья наставляет человека на верный путь, он будет идти по нему до конца. Человеческая мудрость и сила, она не способны это сделать. Человеческая мудрость не Божья. Она не может это делать. Она не может идти по Божьим заповедям. Помните Петр, когда Христос говорил о последнем пути, Он говорил, что я за тобой пойду, куда бы я ни пошел. Но это было человеческое я, это была человеческая мудрость. И мы помним, как Он пал, как Он ошибся. Если мы будем с усердием принимать наставление Господне, братья и сестры, и уповать на благодать Божья, то мы читаем в Писании, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Это послание Крепистой Церкви, 1 глава, 6 стих мы читаем. В 34 стихе Давид говорит, вразуми меня и буду соблюдать закон твой. Автор Псомна нуждается не только в наставлении, но и в способности учиться. Мы много говорим людям о славе, мы много говорим людям Евангелие, но способностей у людей нет. Они слушают Слово Божие, но, как говорится, в одно ухо оно влетает, а в другое вылетает. Я помню, как однажды один миссионер рассказывал, как он приехал в одну африканскую страну и проповедовал Евангелие. И один мальчик сидел и в одно ухо он рассказал, что в одно ухо влетает, а в другое вылетает. И один мальчик сидел с закрытым ухом. Он говорит, а почему у тебя закрытый ухо? Да чтобы говорить, это слово осталось вот здесь, чтобы оно в одно ухо не влетело, а в другое не вылетело, а он закрытый ухо. Человек не может размышлять о духовном, если Бог не откроет понятия духовного разумения. Разумение – это чудо Божественной благодати. И если у нас, если мы не принимаем, если мы не чувствуем, если у нас нет этого разумения, если мы, понимая, не исполняем, то мы не на правильном пути. Пусть каждый сегодня, братья и сестры, с верой вас зовет к Богу. Вразуми меня, вразуми меня, Господи. Если ты вразумлял других, почему бы теперь не вразумите меня? Апостол Псалоперец говорит, вразуми меня, дай мне разум Твой. И буду соблюдать закон Твой. Если другие получили, почему бы и мне не получить этот дар? Почему мне не получить этот дар разумения? Чтобы хранить его всем сердцем. Только возрожденный человек, братья и сестры, может хранить с благородения в сердце. И постоянно, с постоянным упованием, может хранить наставление Господня. Только рожденный свыше человек. Святой Дух дает нам познать Слово, которое сказал сам Бог через апостолов, через пророков. И только рожденный свыше человек может покоряться и исполнять закон от всего сердца. «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я божевал ее». Говорит Псалоперец в 35 стихе. «Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я божевал ее. Желание добра есть во мне, но чтобы делать оно, я того не нахожу». Помните такие слова апостол Павел говорил? «Сегодня каждый рожденный от Бога может попросить у него, «Ты дал мне знание, дай же мне силы ходить по Твоими путями. Поставь меня, поставь, укажи, поставь, ибо я божевал ее». Желаем ли мы учиться у Господа? Как мы проводим свое свободное время? Ты ведь говори, лучше бы мне постоянно пребывать в Доме Твоем, нежели скитаться, как гнал его Саул. Я желаю быть в Доме Твоем, я желаю, поставь меня на стезю. Мое желание изучать Слово Твое, мое желание читать, исполнять Слово Твоем. Давид желает, чтобы Господь поставил его на путь, но сначала он просит, и мы читаем в 27-34 стихе, мы читаем «Дай мне уразуметь, дай мне сначала понять, потому что ясное понимание, понимание Слова, как ничто иное, помогает поступать правильно. Если человек не понимает, он слушает, но он не понимает, он не изучает, он не вникает в Писание, это Слово не будет ему в помощь. Оно будет в одно ухо влетать, а в другое вылетать. Но когда Давид просит, он говорит нас так, уразуми меня, чтобы я понимал, как правильно это делать, как правильно ходить перед Тобой. Писание четко и ясно нам дает ответы на все наши вопросы. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Корость, дорогие братья и сестры, это и доопоклонство. Она свергает Бога с престола человеческого сердца и дает Ему низший престол или вообще извлекает Бога. Мы помним, как корость продала за горсть серебра истина. Корость это и было поклонство. Матфеев 6 главе 24 стихе мы читаем, что нельзя служить двум господам, ибо одного будешь любить, а другому не родить. Также в Матфееве 16 главе 13 стихе то же самое. Корость ожесточает человека и несет ему духовную смерть. И Давид говорит, преклони сердце мое к откровениям Твоим, но не к корости. Хотя Давид и назван, нужен по сердцу Божьему, мы помним, что он был царем, но он находился в грешной плоти. И по всей вероятности, вот эта вот жизнь, жизнь царя, она наклоняла его. Он был во плоти, он точно такой же был человек, как и мы, и его хотения, и его вот такие вот желания, они были неугодны по всей вероятности Господу. И он прекрасно понимает, что если Господь не отвратит, не отвратит и не преклонит сердце мое к откровениям Господней, я пропал. И он говорит, преклони, преклони мое сердце к откровениям Твоим. Преклони мое сердце, каждый из нас, преклони мое сердце, Господи, Твоим откровениям, чтобы мне изучать, чтобы мне видеть, потому что эта жизнь, она жестокая. Потому что этот мир, он жесток, он полон зла и греха. И Давид говорит, преклони мое ухо, преклони мое сердце к откровениям Твоим. Он был тоже человеком. Я еще раз повторяю, эти мирские блага влекут каждого человека. Каждого, независимо от положения, независимо от стати и так далее и тому подобное. И мы сегодня, братья и сестры, должны сказать, преклони мое сердце, Господи, к откровениям Твоим. Какие, Господни, Твои откровения? Уразуми, научи, эта молитва прекрасная. Она актуальна в наши дни и сегодня для каждого из нас. Если, братья и сестры, мы склоняемся на сторону одного, то одновременно уклоняемся от другого. Если мы преклоняемся к корости, то мы уклоняемся от откровений Господня. Вот это вот чувство зависимости, это прекрасное чувство Давида в зависимости от Бога. Он понимает, что сам он не сможет справиться. Никогда в жизни. Никогда. Вот эта молитва Давида, она к Богу. К Богу, чтобы Бог дал ему все это разумение и понимание. наше сердце всегда желает чего-нибудь, чего-либо. И сохранить его от корыстолюбия можно лишь поместить туда Слово Божие, откровение Господне. Далее в 37-м стихе Давид говорит, «Отвратить очи мои, чтобы не видеть суеты». Слепые люди, братья и сестры, они менее грешны по всей ферментности. Они не видят эту суету, они не видят эту корость, они не видят этот мир. Потому что очи мы видим, и они соблазняют наше тело, наше сердце. Это прекрасный орган в человеческом теле, но он и опасен очень. Помните историю Сахана? Последствия этой истории? Как ему полюбилось? Он взял заклятого. Господь говорит, «Ни в коем случае этого не делайте, не берите из заклятого, потому что будете пробливы». А хам не послушался Господь. Он взял из заклятого, и мы помним последствия этой истории. Это история в книге Иисуса Навина в 7 главе, 21 стих. Почитайте, если кто забыл. Молитва этого стиха, чтобы Бог не закрыл нам глаза, а о том, чтобы Он их отвратил от зла. Если в какой-то момент братья и сестры в наши очи смотрят на безумие, нужно отвратить его, эти глаза, эти мысли на крест Христа. Будучи царем Навинка, конечно же, осознавал, что Он немощен. Он осознавал полную зависимость от Бога, ибо Он просит даже о том, чтобы Бог отвратил его очи. Отврати очи, от зла. Животвори меня на пути твоем. То есть, дай мне больше, дай мне столько силы, сколько необходимо для того, чтобы смертоносная суета не имела надо мной никакой власти. Животвори меня на пути твоем. В 38-м стихе Дарьев говорит, утверди слово твоему рабу. Слово твоему рабу ради благоговения пред тобою. Как и псалмоперец, братья и сестры, мы должны просить, чтобы Он утвердил нас в слове. Утверди слово твое рабу твоему. Утверди, чтобы слово твое укоренилось в сердце моем и постоянно в течение дня напоминало о твоей милости, о твоей любви, о твоей защите, чтобы она сохраняла меня на пути твоей. Он говорит, ради благоговения перед тобой, дабы я постоянно помнил твою любовь, дабы я полностью, полностью отдавался твоим словам, твоему слову и исполнял его. Мы куплены дорогой ценой, братья и сестры, мы рабы Господни и мы уверены, конечно же, что Господь доведет нас до небесной отчизны. Суета и ложь они приносят только разочарование, но Слово Господне приносит нам радость и покой, приносит нам ту надежду, о которой сказал Господь. Я иду и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Утверди Слово ради благоговения, то есть для того, чтобы побудить людей благоговеть перед тобой, поскольку твердая вера, божественное обещание есть источник и основание благочестивого страха. Итак, 39 стих. О чем здесь говорит Давид? Отврати поношение мое, которого я страшусь. Давид боялся по всей вероятности, чтобы о нем плохо говорили и думали. И он говорит, поношение мое отврати, которого я страшусь. Он боялся, что люди будут говорить плохо, но не о нем по всей вероятности, о том, в кого он верит, о том, в кого он имеет надежду, чтобы не было поношения на Слово Божье. И мы, братья и сестры, должны страшиться, чтобы избегать этого поношения. мы должны молиться, чтобы не быть нам оклеветанными, чтобы нас никто не оклеветал за какие-то поступки, за какие-то моменты нашей жизни. Мы это перенесем. Если мы грешные люди, мы много ошибаемся, и мы можем быть в поношении, но мы это переживем. Но когда поносится Слово Живого Бога, потому что мы христиане, то это для нас страшно. Страшно, потому что поносят истину. Какой же он верующий, если он делает то-то и то-то, если он говорит так и поступает не так, как говорили. И вот это должен быть страх в нашей жизни, чтобы не было поношения. Не было поношения на истину, на христианство. Мы достойны поношения, потому что мы, еще раз говорю, мы грешные люди, братья и сестры. Мы много ошибаемся. наши поступки дают людям повод злословить пути Божьей. И Дарит говорит, отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи. Если бы люди злословили нас, мы, конечно, бы же все это смогли принести. Но очень тяжело переживать, когда поношение походит на церковь. Вот я пожелал в повелении твоих сортовой стих. Как и псалмопевец, мы должны осознавать свою нужду в благодати. Мы немощны и несовершенны. Но желание исполнять горе Божью должно быть в нашей церкви, братья и сестры. Повеления Божьи тягостны для нечестиц. Для нас они благи. Животвори меня правду твоей. Вот я желал повеления твоей. Братья и сестры, повеление это желание христианина, который хочет исполнять твой Господь. Животвори меня правдой твоей. Даруй мне больше жизни. Борис говорит, даруй мне больше жизни, потому что ты обещал, ты обещал услышать мои молитвы, ты обещал услышать их, и по твоей милости и благо исполнять. А правда твоя, животвори меня правдой твоей. А правда твоя заключается в том, чтобы быть верным Слову своему. Бог верен своему слову. И он никогда, никогда не оставит молящихся и просящих, живущих по словам. Дай мне больше сил, животвори меня правдой твоей. Дай мне всегда в жизни надеяться на то, что ты сказал. Потому что правда твоя, она источник истины. Это не человеческая правда. И если Бог сказал, что мною клянусь, то это так и будет. Это будет в жизни каждого человека, верующего, истинно верующего человека. Бог никогда не оставит. Только человек, верующий человек, должен полностью надеяться и отдать свою жизнь Христу. Зависит полностью от Господа. Точно так же, как Давид зависел от Бога. Он понимал, что своими путями, своей жизнью угодить он Богу не сможет. И если только Бог уразумит, даст ему слово в сердце, даст ему уразуметь это слово, понимать это слово, для того, чтобы исполнять его, нужно понимать. Дорогие братья и сестры, мы не определены благодатью. Мы имеем все для того, чтобы молиться, жить, молиться и угождать Богу, но только с Божьей милости, только Божьей благодати. Пусть эти дары, полученные в прошлом и настоящем, которые мы имеем, эти дары благодати становятся нашим постоянным основанием для молитвы, чтобы получить новые благословения от Бога. И мы имеем эту надежду. Мы никогда не будем постыжены. И мы знаем, что Давид, муж по сердцу Божьему, муж по сердцу Бога, остался верным ему до конца. Да благословит нас Бог, да благословит нас Бог разуметь Слово Божье исполнять, быть верным ему до конца. И так, как Давид, молиться Богу и просить у него силы и мудрости, потому что без Божьей мудрости, без Божьей силы, без Божьего наставления человеческая мудрость заведет нас в крах. Слава Иисусу Христу! Слава Богу! Аминь!